Премьера представления «Три богатыря и волшебный ключ» состоялась в концертном зале Омской филармонии в рамках традиционной губернаторской ёлки. Сюда, в преддверии Нового года, съехались дети со всех районов области, чтобы увидеть главную красавицу Прииртышья, поводить хоровод и встретить знакомых персонажей. В спектакле сыграли артисты государственного русского народного хора. В основу сюжета легли всеми любимые сказки, а создатели постарались сделать ее интересной для зрителей всех возрастов. Сказка вообще новогодняя. Она рассчитана, конечно, для детей, то есть у нас аудитория детская прежде всего, но мы постарались сделать, чтобы было интересно и взрослым, которые приходят с маленькими детьми, чтобы это была все-таки какая-то ассоциация, чтобы они тоже вспомнили свое детство. С наступающим Новым годом юных амичей со сцены поздравил глава региона Александр Бурков. Не забывайте мечтать. Надеюсь, Деду Морозу написали письма? Молодцы! Поэтому в следующем году будьте счастливы, будьте здоровы и ждите, когда ваша мечта сбудется. Я вас поздравляю с Новым годом! Счастья вам! С праздником! С 24 по 26 декабря региональным министерством по делам молодежи запланировано шесть таких представлений. Губернаторскую елку за эти дни посетят более 4 тысяч юных амичей. С Новым годом, друзья! С Новым счастьем! 4 250 ребятишек из города Омска, из районов муниципальных в губернаторской новогодней елке примут участие, получат подарки. Вообще подарками будет обеспечено более 49 тысяч ребятишек наших поднадзорных категорий, так их назовем. Для того, чтобы приблизить праздник каждую семью. Я считаю, что это очень большая работа, очень большой такой пласт работы, проведенный муниципальными районами, по отбору ребятишек, по доставке. Потому что, несмотря сегодня на мороз, все вовремя подъехали. Это тоже говорит о слаженной, правильной, продуманной работе и нашего министерства. И, конечно, слава благодарности хочется сказать и Министерству культуры, и Министерству труда, которые вместе с нами, как партнеры, выступили в проведении вот этих новогодних мероприятий. После представления в фойе всех юных гостей праздника ожидали сладкие сюрпризы. Малыши поделились своими впечатлениями от спектакля и прочитали стихи, которые приготовили для Дедушки Мороза. Мне понравился там Дед Морозевый, Снегурочка, и еще этот братец, который украл гося, и такой, и ключ. Понравилось представление? Понравилось. Что тебе в нем понравилось? Как там сражались с воронами. Дед Мороз садится в сани, представляет детей в сани. Всем подарки развезет, ведь приходит Новый год. Как он все это успевает, этого никто не знает. Как он помнит адреса, это просто чудеса. Но я знаю, в Новый год обязательно надо Дед Мороз и наш день. Просто в чудо надо верить.